Прямая линия с Дарьей Высоцкой Популярнейший практик Ба Цзы, автор книги «Здравствуйте, я ваша карма», автор подкастов о китайской метафизике, публицист, ведущая авторского проекта «Звезды для звезд» с Дарьей Высоцкой. Дарья проконсультировала сотни людей из разных стран и сегодня делится своими знаниями с вами. И в пространстве, по сторонам света, то, что чудесные врата, те, которые могут нам открываться и помогать в жизни, то есть те энергии, которые нам способны помогать. Это весь спектр того, чем я занимаюсь. Но если подробнее, то это очень-очень много пунктов, то есть консультации бывают разные. И по разным вопросам я вам могу помочь. Но мы сейчас не о моей помощи, а о теме нашего подкаста. Sorry, отвлеклась. Темка базовая, простая. Я об этом часто говорю, и на самом деле это не совсем Ба Цзы. Это информация, которую со мной поделился один человек, очень серьезный, на мой взгляд, мастер. Она по-другому смотрела и читала даты рождения. И как я вижу, как я живу, я вижу, что это работает. И в Ба Цзы этому не уделяется такое внимание. Но я делюсь с вами своим опытом и тем, что работают у меня в первую очередь. Итак, мы сегодня коснемся темы базовой несовместимости или превратности судьбы, когда люди несовместимы абсолютно. У меня есть несколько примеров. Я на эту тему, на самом деле, уже делала подкаст. И я об этом часто говорю и стараюсь, чтобы люди это учитывали. Эта основа, по сути, это базис. Но это реально очень мощно работает. Это дает о себе знать. Я писала подкаст о Сергее Есенине и о Сидоре Дункан. У них как раз-таки была базовая несовместимость. И сегодня я хотела бы опять этой темы коснуться, потому что люди все равно об этом не знают. Подкаст был года три назад. Освежу немножко в памяти, потому что опять много примеров на эту тему набирается. Итак, у нас есть в Ба Цзы, вообще в китайском гороскопе, шесть пар столкновений. Всего у нас 12 знаков, да, 12 знаков животных, 12 земных ветвей. И они сталкиваются так же друг с другом, как и сливаться могут. И есть, то есть круг гороскопа, это круг, да, это круг. И есть ветви, которые находятся напротив друг друга. Таким образом, я сейчас причислю вам шесть столкновений, которые мы должны учитывать всегда. Итак, кто и с кем у нас сталкивается? Крыса у нас всегда сталкивается с лошадью. Это самое сильное столкновение, на самом деле, в Ба Цзы, вообще в китайской метафизике. В астрологии называется это столкновение, столкновение интеллекта и страсти. А второе столкновение, это свинка сталкивается со змеей. Далее у нас сталкиваются коза и бык, дракон и собака сталкиваются всегда, петух и кролик, и тигр, и обезьяна. Вот они, шесть наших столкновений. Почему это важно, да, вот тут круг вы видите, того, как это происходит. Почему это очень важно? Важно это понимать и использовать в своей жизни, потому что столкновения играют огромную роль. Во-первых, при разборах карт Ба Цзы мы это учитываем, ну, это если глубже мы занимаемся Ба Цзы, изучаем. Но я хочу вас научить простым принципам китайской метафизики, не только которые будут, астрологии вообще, которые будут вам помогать в жизни, и вы это будете использовать. Я об этом часто говорю на своих семинарах и стараюсь до людей это доносить. В каких моментах это важно? То есть если вы рождены в год лошади, то не совсем комфортно вам может быть по жизни с людьми, рожденными в год крысы. То есть если вы выбираете себе партнера и хотите с ним прожить долгую счастливую жизнь совместную, и у вас есть потенциал это сделать, то есть у вас хорошая карта, хорошая карма, с точки зрения вашего дома брака у вас должно быть все хорошо. Ну и вы вообще желаете себе счастливой судьбы, то вам не рекомендуется связывать свою судьбу с человеком, рожденным в год крысы. Я повторюсь еще, вы знаете, это как техника безопасности везде. Я сейчас говорю об общих принципах, да, то есть бывают исключения из правил. Они бывают, но они редки. Я говорю об общих тенденциях, о том, о чем говорит мой опыт и человека моего учителя, который меня этому обучил, который был достаточно опытный и гораздо старше меня. То есть это вот правда жизни, скажем так, но из любого правила бывают исключения, но они все же редки. Это общее течение реки, это тенденции, поймите. Поймите меня правильно. То есть я сейчас всегда, мы всегда говорим об общих правилах, но исключения бывают порой, то есть там уже нужно глубже разбираться в карте, если есть какие-то исключения. Я сейчас про общие вещи. Итак, если вы рождены в год крысы, то, соответственно, лошади, сори, то с людьми года крысы вам может быть не совсем комфортно. Это касается личной жизни, это базовая совместимость по теме муж-жена, парень-девушка, взаимоотношения, возлюбленные. Это первое. То есть если такие люди сходятся, часто это какая-то кармическая отработка, им не очень весело потом становится вместе жить. То есть это какие-то недопонимания, ссоры, скандалы и очень сложные взаимоотношения. Потому что люди эти, они полярные, их энергии года сталкиваются, они с противоположных концов гороскопа, грубо говоря. То есть чем это обусловлено. Примеров много, достаточно, масса примеров по теме вот такой несовместимости. Я всегда говорю, у меня люди сразу начинают спрашивать, а что тогда делать? У меня ответ очень простой. Если вы готовы принять свою карму, возможно, у вас такая карма. Потому что часто очень, это бывает у людей, у кого, допустим, неблагоприятный дом брака. И дом брака под столкновением, и они как пазл под свою карту находят человека, который с ними погоду сталкивается. То есть они подтверждают как бы ненамеренно свой выбор тем, что у них уже есть в карте, понимаете? То есть они подтягивают человека, который с ними реально сталкивается, и погоду подтверждается. Если вы готовы свою карму, скажем так, отрабатывать, нести её, прорабатывать, заниматься этим, тогда живите с этим человеком и работайте над отношениями. Это будет сложно, скорее всего, но это будет. Если у вас другой посыл, другой запрос, и вы не хотите работать, вы хотите как-то по-другому это пройти, либо у вас не должно быть этого, и всё должно быть более или менее хорошо, и у вас хороший дом брака, тогда стоит, скажем так, задуматься и свой выбор изменить. Но тут сугубо личное, как говорится, дело и мнение человека, потому что каждый сам правит своей судьбой. И, конечно, мнение любого астролога – это мнение астролога. Информация, может быть, очень ценная, но человек должен делать так, как он также чувствует сам, старается почувствовать сам. То есть мы про это тоже не будем забывать. То есть нужно учитывать. Далее. То есть это касается личной жизни, касается взаимоотношений двух людей. Плюс ко всему это касается… Вот самое такое для меня важное, о чём я стараюсь доносить до людей, до женщин, самое важное, если вы родили ребёнка, и он с вами несовместим по году. То есть когда женщина рожает малыша, который сталкивается с ней по году рождения. Таких у меня очень много. Мамочек, которые пришли на консультацию и хватаются за голову, которые не знают, как взаимодействовать с этим ребёнком, они в печали, они в тоске, потому что у них начинаются жёсткие конфликты с этим ребёнком. В подростковом возрасте это просто война. То есть ребёнок убегает из дома, у них очень плохие взаимоотношения. И этот ребёнок, он действительно, знаете, как вот отработка какая-то в семье. Вот как говорят, в семье, грубо говоря, не без урода. Кстати, фраза имеет интересное вообще происхождение. Вы когда-нибудь задумывались, что значит фраза «в семье не без урода»? Урода. То есть один стоит урода и отрабатывает корм урода. Наши слова, да, вот славянские многие, не только афоризмы, просто слова, они играют очень… Они не просто слова, то есть у каждого слова есть значение, если задуматься. То есть урода, урод, это не урод как урод, это человек, который, как бы, да, он уродец, он урод, а моральный может быть, да, физический, но он отрабатывает корм урода. Он стоит у истоков урода, тот человек, который вот за род. Просто очень интересное происхождение этого слова. Когда-то я вот не так давно об этом задумалась, услышала, и меня это поразило. То есть по-другому начинаешь смотреть на таких людей, когда в семье есть такой человек, то есть он как будто бы отрабатывает за всю семью, за весь род. Я углубилась опять-таки, я немножко отвлеклась. Так вот, такой ребенок, он как будто бы у рода, действительно, с ним очень сложные взаимоотношения. Маме с ним сложно, либо папе с ним сложно. То есть в особенности я считаю, что маме не стоит, на мой взгляд, но если мы хотим свою жизнь делать мягче и лучше, не стоит рожать ребенка, который с ней сталкивается по году рождения. Пример у меня очень простой будет. Это карта Лидии Федосеевой-Шукшину и ее дочери Ольги. Если вы в курсе, то там и квартиры она у нее пытается отсудить. Родная дочь, отношения у них отвратительно сложные. Лидия Федосеевой-Шукшина рождена в год земляного тигра. Это 1938 год. А ее дочь Ольга-Шукшина рождена в год обезьяны. Ушен, 1968 год. И у них очень сложные взаимоотношения, ужасные, в течение всей жизни. А вообще тигры и обезьяны, значение этого столкновения – это суды. То есть действительно по теме судов у них постоянно какая-то дележка, у них какие-то конфликты. Мать ей помогала, дочь всегда недовольна тем, как мать ей помогала. То есть там просто ужас в плане взаимоотношений. Ну, то есть Лидия Федосеева-Шукшина, она уже в очень таком преклонном возрасте, за 80 лет. И до сих пор вот эти вот моменты с дочерью, они в течение всей жизни. То есть это мука, мука. Можете посмотреть передачу очень много, там не только у Малахова, но и вообще на эту тему, снято у дочки Ольги. В общем, это плохо. То есть такой пример. То есть я не рекомендую рожать ребёнка для матери в год своего личного разрушителя. То есть если вы рождены в год тигра, не рожайте себе обезьянку. Если вы рождены в год лошади, не рожайте себе крыску. Если вы рождены в год кролика, не рожайте себе петуха. То есть не значит, что… Конечно, если так уже случилось, это стоит принять, что теперь делать. То есть мы принимаем это. Но если вы планируете, то я не рекомендую этого сделать. То есть это такая кармическая несовместимость, скажем так. Кармическая отработка. Далее, по поводу личной жизни, у меня такой шокирующий есть пример, я отдельно подкаст на эту тему хочу записать, выделить. Это пара Шипа и Пу и француз, с которым у него были отношения. Была такая история, что в 20 веке в Китае находился дипломат французский, который познакомился с прекрасной китаянкой, с девушкой. Завязались отношения, он на ней женился, на этой китаянке, прожил с ней 20 лет, увез его во Францию даже потом. Она ему как бы родила ребенка, мальчика, а потом выясняется, что китаянка, которая пела в китайской опере, не китаянка, а китаец. Да, немая сцена. И он свои 20 лет жизни жил с мужчиной, который выдавал себя за женщину, и плюс ко всему ребенок не его, а какой-то уйгурский мальчик, которого подкидыша взяли, чтобы выдать за сына этого французского дипломата. То есть у них тоже связка тигра-обезьяна по годам, и там кармический тоже момент, но это очень жестоко. И вот этот француз, он пытался покончить с собой, когда узнал, что шипа и пу – это мужчина, а не женщина. И он жил не с прекрасной китаянкой, восточной женщиной, а жил с мужчиной. То есть такие вещи тоже имеют место быть. Опять-таки пример тигра-обезьяна. Там были суды, потом… Это очень такая длинная история, очень интересная. Я отдельный подкаст на эту тему запишу, но там тоже тема судов присутствует, поскольку тигра-обезьяна. Вот это примеры, да, ну то есть Асидора Дункан, такой очень яркий пример. Это Каза и Бык с Сергеем Есениным, у них была такая тоже кармическая, скажем так, антисовместимость. Я часто сталкиваюсь с такими ситуациями в жизни. Ну вот когда ко мне приходят люди на консультацию, у кого вот такие вот, скажем так, пары, им сложно. И еще примерно эту тему, да, то есть вот что стоит учесть? Да, это тема личной жизни, тема детей. И, конечно, если вы планируете ребенка второго, и вы хотите… У меня многие мамочки, которые ко мне приходят на консультацию, мы консультируемся на тему деторождения. Они хотят, во-первых, чтобы ребеночек был хорошо совместим с ними, да, с мамочками. Даже не с папочками, с мамочками чаще всего. Это первое. И второе, хочется, чтобы малыш был совместим с тем малышом, что уже родился в семье до него, уже который есть, ребеночек, чтобы они были дружны по жизни. То есть ради чего и рождается этот ребенок, чтобы старший ребенок не был одинок, да, чтобы когда родители уйдут, кто-то был у него, какая-то кровинка еще. И мы стараемся учесть тот фактор, чтобы в идеале либо нейтрально было со старшим ребенком, нейтральная совместимость, просто погоду, это принципы погоды. Мы не уходим даже глубоко в карту, мы этого не касаемся. То есть сейчас я вас учу просто базовым вещам, которые реально работают в жизни. Они простые, гениальные, они работают. И мы стараемся либо, чтобы это была нейтральная совместимость, либо идеальная по возможности. Но чтобы это не было ни в коем случае несовместимостью. Пример у меня очень простой, очень яркий. И это две дочери бывшего президента Узбекистана. Там, знаете, такая, ну вообще, скажем так, интересная особенность. Две родные сестры. Две родные сестры, представьте, две родные сестры, которые не общаются. Которые не общаются уже очень много лет, никак не поддерживают связь. И вот одна из сестр рождена в год лошади, а вторая рождена в год крысы. Это Каримова Теляева Лола Исламовна, дочь Ислама Каримова. И, соответственно, старшая дочь Гульнара Исламовна Каримова. Ну, у Гульнары вообще очень своеобразная биография. То есть такая богато-скандальная биография, я бы так сказала. У нее очень интересная карта Бадзы. Гульнара Исламовна Каримова родилась 8 июля 1972 года в Фергане. То есть это старшая дочь, сестра Лолы Каримовой. И у нее такая очень своеобразная биография. То есть она там и в тюрьму попадала, и охотились за ней. То есть у нее богатая, но такая немножко мошенническая, скажем так, жизнь. То есть у нее очень много собственности, недвижимости в Великобритании, и во Франции, и в Швейцарии, и в Эмиратах, и в Гонконге, и в Москве, и в Крыму. Но тут очень много таких моментов скользких по теме вот именно ее общественной деятельности. И на фоне политики. То есть у нее не очень мягкая, скажем так, счастливая судьба. Так могу выразить. То есть тут очень много критики и уголовные дела. То есть тут очень-очень много всего. И в июле 2017 года генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что ее приговорили ташкентским судом областным к пяти годам заключения свободы за хищение и вымогательство денежных средств. То есть тут 6 марта 2019 года, вот в этом году ее перевели в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания. Должна она возместить ущерб, нанесенный государству. То есть тут все очень так своеобразно. А если мы говорим о Лоле, ее сестре Лоле Каримова-Селяева, то тут немножко по-другому. То есть нет каких-то скандальных таких моментов. Очень интересные факты, что как раз таки в интервью BBC в 2013 году она заявила, что 12 лет уже не поддерживает никаких отношений со своей старшей сестрой. То есть они просто не общаются. Лола родилась 3 июля 1978 года. То есть у них кармическая, скажем так, несовместимость. Они вообще разные люди в принципе. То есть это две разные женщины абсолютно. У них разные жизненные принципы, разные позиции. То есть это разные люди. И вот две родные сестры, пожалуйста. Когда родители их рожали, они, наверное, думали, что девочки будут друг друга любить, поддерживать и так далее. Но у них ситуация обратная. Почему, я вам объясняю. То есть очень просто. Просто погоды, люди несовместимы. То есть часто такие люди плохо взаимодействуют друг с другом. То есть у них нет какого-то, скажем так, близкого контакта. То есть они друг друга не очень понимают. Я анализировала также большие семьи. Те знакомые, кто у меня из больших семей, допустим, несколько детей, кто с кем лучше дружит. Вот я видела, что лучше люди общаются, у которых есть слияние, у которых есть точки соприкосновения. Просто погоду. Мы даже не заглядываем глубоко в карту. Мы просто идем вот общая поверхностная, скажем так, такая характеристика. Год рождения. Ну это реально работает. Это база, но это работает. Год — это то, как нас видят в обществе, в социуме, по сути. Это первое прочтение. Ну это тоже работает. Это можно обычным людям, обыкновенным людям, которые не хотят залазить в дебри, использовать, потому что это реально есть. И это можно учитывать. В принципе, это то, чем я с вами делюсь. Вот такая вот ситуация. То есть, по сути, две родные сестры, представьте, они не общаются. Нет никакой связи. Я знаю другие семьи, также у кого антисовместимость у детей, они тоже плохо друг друга поддерживают и мало взаимодействуют. У них мало общих точек соприкосновения, как чужие люди. Поэтому, конечно, если вы планируете ребенка, который бы хотелось очень, чтобы с вами был хорошо совместим, с которым хотелось бы и с вами, и с вашими детьми, чтобы это была дружная семья, желательно, конечно, чтобы вы друг друга понимали. По совместимости, это можно подробнее узнать, когда вы будете изучать БАДЗИ, хотя бы общий базовый курс, тоже Азбуку БАДЗИ. То есть там есть ответы на эти вопросы. Есть просто так же слияние. Так же, как и столкновение аналогично, есть слияние. То есть есть инь, есть ян. Инь и ян, они меняются. Все это циклично в нашем мире. Есть инь, есть ян. И, конечно, помимо столкновений, есть и слияние. То есть знаки могут дружить, поэтому лучше, чтобы вы дружили со своим ребенком, и ваши дети друг с другом тоже дружили. Эти общие базовые принципы тоже можно найти знаков. Либо поучиться этому подробнее, прийти на курсы, либо у меня в книге это так же, если не ошибаюсь, расписывается. Главное, чтобы не было столкновений. Во всяком случае, первая наша задача – это убрать негативные какие-то факторы, победить, как говорится, в кавычках, выражая зло. Информация вся на сегодня. Вот я хотела по этой темке еще раз пройтись, потому что темка реально очень важная. Но мы про нее часто забываем, как-то не учитываем. А по сути, это лежит на поверхности. И люди, которые приходят ко мне на консультации, если бы они это знали заранее, они бы этих ошибок, скажем так, не допустили в своей жизни. Во всяком случае, при планировании детей. С вами была Дарья Высоцкая. Вам желаю всего самого доброго.